Как же все-таки второй канал зарегистрировать правильно? Второй канал. То есть, если мы решили открывать второй канал, то его можно открывать, регистрировать прямо на вот эту почту. Это Гугл разрешает. Ютуб, он ничего против того, что вы можете иметь пять каналов, не имеет. Пять, десять, вот неважно. Это ваше право. Каналы бесплатные, они всегда будут бесплатные у Ютуба. В чем момент? Вот это такая нюанс такой, да? Вот я бы рекомендовал на этот телефон, который вы купили, можно завести другой Gmail-адрес, который никак не связан с этим адресом. Например, это опять из практики. Вот это не подтверждено нигде никак. Это просто опять отделюсь своим, ну нашим наработанным опытом, да? Который пришел в процессе. Вы наняли себе на канал недобросовестного модератора, который запорол ваш канал. То есть, он использовал не качественные методы продвижения, раскрутки, делал там лайки, комментарии, накрутку там, проводил какие-то там сервисы там, покупал там пятое-десятое. И Ютуб его заблокировал. Это самый худший вариант. И удалил канал. В этом случае, если у вас на этом адресе есть еще один канал, то Ютуб, скорее всего, впилит вам какую-то черную метку. Что этот автор использует недобросовестные методы. Почему? Потому что мы иногда, в отличие от многих специалистов Ютуба, читаем правила. Регулярно. И там написано, что вот совсем недавно появилось. Если на вашем канале работал специалист, которому вы дали права, то мы не будем разбираться в том, что это за специалист и как он вас обманул и его некомпетентности. Да? Мы просто заблокируем канал, потому что надо понимать и знать, что за доступ к каналу несете ответственность только вы. Есть один нюанс, при котором эта метка может быть снята. Это когда у вас действительно, грубо говоря, канал угнали. Ну взломали почту и Ютуб это очень быстро определяет. То есть он видит, что, допустим, у вас был канал, вы все время с него заходили из Москвы, а потом раз он стал, допустим, заходить с него там все время из Белоруссии или там с Казахстана, а потом из Москвы, из Казахстана. И вы говорите, я никогда не был в Казахстане. Ну, и он определяет и понимает, что действительно взломали, тогда откатят. Больше никак. Вот если вы кому-то передали свой адрес и этот человек, скажем так, получал от вас там, не знаю, какие-то задания там, да, там пятое-десятое, даже бесплатно там, да, даже без ничего там. Либо по договору, который он с вами заключил, но не сдержал. Ютубу все равно. На один телефон можно завести там два-три почтовых ящика. Ну, мы не делали больше, но два-три точно можно. Вот я знаю. Соответственно, у вас могут быть три разные джимайл почты. Ну, условно, да. Александр Некрашевич один – это одна почта, джимайл.ком. Александр Некрашевич два – это вторая почта, джимайл.ком. Александр Некрашевич три – это третья почта, джимайл.ком. Это три разные почты, но они могут ввести на… просто у них должны быть разные восстановления там, да. Можете ввести там, допустим, чтобы было восстановить там про имя там, фамилия там, моего дедушки там, да, или там имя, отчество, или там любимая книга там в этом формате, да. И покажите… Google требует телефон, номер телефона, чтобы избежать массовых нагрузок. Поэтому есть варианты, раньше были варианты подтвердить, но, внимание, вот важный момент – никогда не подтверждайте на чей-то телефон. Сейчас вы с ним дружите, завтра он пропал, телефон не оплатил, телефон ушел к другому человеку, или вы с ним поругались, он восстановил телефон, вернее доступ на почтовый ящик к себе, и вы в пролете опять. Поэтому самый лучший вариант завести второй канал, я рекомендую, да, это завести его на другом аккаунте. Вот, мало ли что, это вот лишний час работы, но спокойный, благородный сон в летнюю ночь. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...